Предисловие. Почему я написал эту книгу? Нарциссы, нарциссизм, нарциссический характер. Эти слова сейчас на слуху и, к сожалению, звучат чаще всего неодобрительно. Он нарцисс, она нарциссична, и мы сразу представляем себе человека самовлюбленного, эгоцентричного, пренебрегающего другими, в общем, неприятного. Больше того, в некоторых популярных психологических статьях пишут, что человек с нарциссическим характером непременно склонен к злостным манипуляциям окружающими и готов хладнокровно ходить по головам. С таким человеком не хочется общаться, строить отношения, и уж точно не хочется ассоциировать с этими нарциссами себя. Но на самом деле нарциссические переживания общечеловеческие. Они знакомы каждому из нас. Все мы порой страстно желаем поднять самооценку, оглядываемся на мнения других о себе, испытываем стыд за собственное несовершенство. Мало того, нарциссизм — это необходимая часть любой личности, он входит в наши базовые настройки. Без него не формируется психика. Без него мы не смогли бы отстаивать свои границы и добиваться успеха. Мы все в раннем детстве проходили так называемую нарциссическую стадию. Правда, не все, по разным причинам, о которых расскажем позже, смогли из нее полностью выйти. В результате для кого-то нарциссические переживания — одни из главных. Среди нас много людей, характер которых организован вокруг проблем самооценки, а та, в свою очередь, базируется не на внутренних ценностях, а на оценках окружающих. Это и есть нарциссический характер, и его не стоит демонизировать. Нарциссическая личностная доминанта характеризуется прежде всего сильнейшей уязвимостью к чувству стыда и собственному нормальному несовершенству. Там, где один просто пожмет плечами, да, все мы не идеальны, другой испытает приступ стыда, спастись от которого, хотя бы на время, можно лишь путем непрерывного поиска и запроса оценок от окружающего мира. Нарциссическому человеку нужно, чтобы эти оценки были максимально высокими. Но даже пятерки с тремя плюсами радуют его недостаточно сильно и часто ощущаются как фальшивые и незаслуженные. Это потому, что ставит он их себе ни самой подлинной внутренней ценности за ними не ощущает. Глубокие корни нарциссизма именно в том, что нарциссический человек не может дотянуться до своего подлинного «я». В начале второй главы аудиокниги мы поговорим об этих корнях и о том, как их исследовали ученые, начиная с Фрейда. Проблемы самооценки, совершенства, зависти, стыда и другие переживания нарциссического круга всегда глубоко волновали меня самого. Проходя личную терапию, необходимую любому психотерапевту, я много работал со своими нарциссическими чертами, смягчая их и стараясь делать так, чтобы уменьшить и собственный дискомфорт и влияние этих черт на близких мне людей. Так часто бывает, сначала помогаешь себе, а потом, уже из новой позиции, протягиваешь руку другим. Возможно, именно потому, что в молодости я очень переживал из-за самооценки, стремился к идеалу, невольно обесценивал других и часто испытывал мучительный стыд, я знаю, что нарциссизм — это не ярлык и не клеймо, а просто одна из внутренних проблем, с которыми может столкнуться человек. Проблема не самая простая, но преодолимая. В ходе психотерапевтической практики мне доводилось видеть удивительные изменения. Успешный нарциссичный человек, бездумно причинявший близким боль, вдруг понимал, что это делает несчастными не только их, но и его самого. Еще чаще удавалось помочь тем нарциссическим людям, которые приходили ко мне в унынии, испытывали постоянный стыд и ощущали себя ничтожествами. Нарциссизм действительно затрудняет эмпатию, проявление благодарности и признание собственной ответственности. Но я точно знаю, подобные нарциссические проявления можно смягчить, сделать более переносимыми для себя, менее травматичными для окружающих. Это аудиокнига о том, что такое нарциссический характер, какие преимущества он дает и какие страдания вызывает. Мы поговорим о совершенстве и уязвимости, энтузиазме и скуке, высокомерии и чувстве собственной ничтожности. Без предубеждения и осуждения разберемся, откуда приходят такие непарадные чувства, как стыд и зависть. Нарциссизм необязательно означает пожизненное одиночество и фатальную неспособность к близости. Я расскажу о том, как нарцисс может, оставаясь ярким, стать более теплым, и о тех формах самовыражения, которые могут помочь утолить жажду подлинности прямо сейчас. Также мы поговорим о том, как формировать деловые и личные отношения с человеком, у которого выражены нарциссические черты. Мы будем копать глубоко, чтобы слушатель, замечающий у себя черты нарцисса, понял, в его силах уменьшить нарциссическое страдание, снизить зависимость от оценок и сравнений и зачерпнуть, наконец, чистую воду из колодца своей аутентичности, собственного, подлинного. И я.